В Алматы незарегистрированные партии Алга Казахстан не дали провести митинг. Активисты, которые анонсировали проведение несанкционированного митинга перед Академией наук в 11 утра, так и не смогли собраться. Сейчас на месте проходит ярмарка школьных принадлежностей, на площади установлены шатры. Дорога к Академии наук перекрыта. По периметру расставлены автозаки, их больше обычного, дежурит наряд полиции. Людей, которые идут мимо площади или в сторону Академии наук, досматривают. Столичные активисты сообщают, в Нур-Султане тоже идут задержания. Одна из активисток, которая приехала на митинг, сообщила на своей странице, что она приехала с Маратом Мусабаевым, но он даже не успел выйти из автомобиля. Его забрали, а машина осталась на площади. Всем здравствуйте! Мы приехали на мирный митинг с Маратом Мусабаевым. Но не успев выйти с машины, то есть Марат Мусабаев только открыл дверь для того, чтобы достать коляску мою, так как я с ребенком. Его сразу же забрали. Теперь машина осталась вот в таком виде, открытой. Никого на площади сейчас здесь в данный момент нету. Говорят, забрали Венеру уже на Маеву. Я нахожусь в машине, так как я не могу оставить открытую машину без хозяина. Хозяина? Хозяина, считайте, нет. Сотрудники. Я не знаю, что они могут сюда подкинуть к нему, могут прослушку вставить. По этой причине мы находимся сейчас в машине. Ждем, когда кто-нибудь придет, наверное, из знакомых. Кто может забрать машину Марата Мусабаева? Здесь нету плечей от машины, сразу говорю. Кто может позвонить к сыну? Или же нужно ждать. Давайте поменяемся. Кто-нибудь в машине подождал бы, потому что я с ребенком, мы здесь долго не сможем сидеть. Прошу сделать максимальный репост. У кого есть плечи, может быть, еще вторые от машины. Вообще, вот машина. Здесь вот сотрудники. Ребенка меня перебугали. Марата Мусабаева забрали. Венеру уже на Баеву забрали. Маратова говорила, что здесь есть еще Миряке, но я его не вижу. Скорее всего, тоже забрали. Бегают спецназовцы, вот их вроде бы нету. Мы так и не поняли, откуда они выбежали. Все в масках. И быстренько упаковывают. Так что имейте в виду. Вроде бы тихо, никого нету, но откуда-то они выплывают все. Побегают и нападают. Мне все руки исцарапали, скрутили вместе с ребенком, но я осталась. Я сказала, что я просто доехала отсюда. Имейте в виду. Еще раз повторяю, кто только подключился, Марата Мусабаева нету. Его забрали. Он не успел выйти с машины. К машину мы подъехали. Как вы видите, парковочные места все свободны. Подбежали сотрудники. И все, прям 4 человека на него набросились. Машина осталась открытой. Так что кто может подойти сюда и увезти машину, Марата Мусабаева, приняйте, пожалуйста. Ну, приезжай мне. Приехала вот уже заранее скорая. Если что, я здесь. Имейте в виду. Можете подходить. Я с ребенком. Меня снимать некому. Мне удобно держать телефон. Поэтому имейте в виду. В случае того, что если вдруг я пропаду, значит, меня тоже забрали. Там уже сотрудники вот идут. Если вам видно. Надели маски. И вот ходят. Никто ничего там не снимает. Есть Саня Тойкин. Женщина на лавочке сидит. Мужчина. Смотрите, подходит. Я далеко уйти не могу. Еще раз повторяюсь. Потому что машина открытая. Я не знаю, что они могут подкинуть к нему машину. Боясь за него. Из-за его имущества мне приходится стоять здесь. Муварак! Завершаю эфир. Не совсем удобно с ребенком.